Допустим, самое влажное место на земле, где постоянно идут дожди, практически влажная погода находится в Индии, вот рядом с Бангладешем. Необычное видение мира к Алексею пришло полгода назад. Парень объясняет, сначала хотел просто улучшить свои знания в географии. Но перерыв гору литературы неожиданно понял – привычным школьным картам не хватает интересных фактов. «Население каждой страны, площадь каждой страны. Можно сравнить размеры, где сколько проживает. Отмечены различные интересные места, такие как там самая высокая точка земли, самая низкая, самое влажное место на планете Сухое, Бельмурский треугольник, там озера, различные рейтинговые. Всё самое интересное постарался собрать на этой карте». Карта Челябинца получилась настолько увлекательной, что обучать детей с её помощью пожелали сразу несколько учебных учреждений страны. Сейчас «Розовая Бразилия» и «Зелёная Канада» украшают кабинеты географии в Москве и на Камчатке. В родном же Челябинске школьные стены заменили уличные заборы. «Обычное проходное место. Причём на заборе не так часто висят карты какие-то мира. Вот в основном это объявления, ну либо какие-то надписи, а тут бац, так, минутка такого, не знаю, образования». Выяснилось, к подобному уроку по пути на работу или в магазин готовы далеко не все. «А самое грязное, знаете, есть предположение? Море». «Наверное, чёрное? Нет. Средиземное, оказывается. Да вы что? Я думала, чёрное. Даже для меня интересная идея, а для молодых тем более, я думаю». «Прошёл бы мимо, подошёл, посмотрел бы. Интересно. Чем какую-то там рекламу читать? Я лучше умную карту посмотрел бы». «Очень хорошая идея просвещать как раз людей, которые, наверное, может быть, забыли маленько географию и вообще». «Просто это привлекает внимание, когда проходит мимо. А тем более карты, я думаю, это отличное место». Улица Цвилинга стала вторым местом появления умной карты мира. Ещё одна расположилась на северо-западе. Если идея самообразования у горожан приживётся, организаторы просветительской акции готовы украсить континентами все районы Южноурайской столицы. Мила Янкина, Егор Голубкин, СТС, Челябинск. Продолжение следует...